уважаемые коллеги я вас приветствую давайте продолжим изучать интеграл зависит от параметра так давайте я задачку сформулирую итак ребят пусть у нас функция f вместе со своей частной производной альфа непрерывно на прямоугольники вот здесь вот x и меняется вот здесь альфа и пусть функции фи и пси отображают ну что это функции параметров со значениями в ab пусть такие функции дифференцируем и ну на cd покажите что такая вот функция дифференцируема на cd найдите f штрих у альфа ребят я так скажу обязательная задачка но иногда ее на устном экзамене задает как дополнительный вопрос поэтому лучше подумать заранее уважаемые коллеги давайте продолжим что я хотел сегодня с вами обсудить хотел обсудить с вами вот такой вот вопрос равномерная сходимость функции зависящих от параметра вот такая вот у нас тема то есть давайте так чисто для практики нам нужно сконцентрироваться на несобственных интегралов зависящих от параметра но полезно взглянуть как-то на это с более общих позиций я сейчас объясню почему и так давайте с вами посмотрим что под этим буду подразумевать и так определение пусть у нас x y z метрические пространство дальше метрические пространства y нулевое это предельная точка y большого пусть так и заданы функции f из x с значениями в z и функция g с x в z говорят что функция f равномерно сходится равномерно на x сходится к g при y стремящемся к y нулевое определяем это понятие если давайте я хочу записать определение того что у нас g поточный предел функции f при y стремящемся к y нулю ну как я должен записать напишу ε больше нуля найдется дельта больше нуля что для любого y из проколотой дельта окрестности y нулевое что я должен написать если бы я писал поточный предел при фиксированном x да а что равномерность означает что это все не зависит от выбора x равномерно по x пишу для любого x из x большое выполнено следующее ну давайте с вами смотреть я скажу заранее будет полегче я в конспекте напишу исключительно в той ситуации которой нам нужно будет когда здесь числа тогда здесь будут возникать расстояние модули ну а так возникнет что-то по метрике z да вот я пишу ропусть метрика там расстояние от f x y до g x меньше епсилон закрыл пишут ну а так пишут хорошо давайте сделаем замечание ну какое замечание давайте свяжем это понятие с тем что у нас было что у нас было равномерная сходимость последовательности ну вот связь здесь такая значит в качестве y давайте рассмотрим вот такой вот набор мы рассмотрим там метрику полагая 1 на бесконечность 0 так коллеги давайте положим еще fnx это у нас fxn скажите мне пожалуйста что будет означать тогда условие fxn равномерно сходится по x к g3n стремящимся к бесконечности ребят всем ли понятно что бесконечности является предельной точкой для n можно здесь написать тогда давайте с вами посмотрим раз это так то я могу прокрутить вот это определение что я тогда получаю что я тогда получаю это условие это условие означает что ну давайте прокрутим для любого епсила найдется дельта что номер попадет в окрестность бесконечности это что будет означать что расстояние от 1 до n до 0 меньше дельта правильно а что это означает n больше чем 1 на дельта да если я в качестве номера возьму целую часть 1 на дельта плюс 1 то у меня в точности получится определение да ну если у нас тут со значениями в числах было да то в точности получится что определение того что последовательность f n равномерно сходится g на x так 3 n стремящимся к бесконечности то это то что мы ввели это обобщает понятие равномерной сходимости функциональной последовательности но на самом деле связь еще более тесная давайте это оформим в качестве задачки значит покажите что ну вот условия равномерной сходимости последовательности функции жена x равносильно такому условию что для любой последовательности сходящейся 0 вот такая последовательность равномерно как уже функциональная последовательность сходится g вот коллеги ну здесь достаточно расписать там предел да на языке гейна последовательности все должно получиться и так продолжаем разговор возникла сходимость, надо упомянуть о критерии Каши. Давайте это сделаем. Итак, теорема. Судя по всему, три критерии Каши. Преамбулу запишу. Пусть у меня х, у, з, метрические пространства. Если, ребята, вы вспомните критерий Каши существования предела функции, который я сейчас воспользуюсь, то там нужна была полнота пространства образов в значении. Давайте я это сразу потребую. Причем, z полная. Пусть у меня y0 это предельная точка, y большое. И задана функция f с x. для равномерной на x сходимости функции f при y, стремящемся к y нулевое. Необходимо и достаточно выполнение условия Каши равномерной сходимости. Выполнение условия Каши. А именно, что за условия? Ну, пишу. Для любого ε больше нуля. Найдется δ больше нуля. Что для любой пары y' и y2' из проколотой дельты окрестности y0' и любого x из x большого выполнено расстояние от f от x, y' f от x, y' 2' скобку закрыл. Меньше. ε, скобку закрыл. Вот условия Каши. Что доказательство повторяет. То, что у нас было, давайте, тем не менее, его распишем. Поехали. В одну сторону непосредственно вытекает из определения. Давайте это сделаем. Пусть ε больше нуля зафиксировано. Тогда что имею? Поскольку у нас f от x, y равномерно на x стремится к g от x при y, стремящемся к y нулевое, то, ну то что? Ну то выполнено вот это. Давайте я распишу. То у нас найдется по этому ε дельта больше нуля, что какой бы мы y не взяли из проколотой дельта окрестности y нулевое. Какой бы я x не зафиксировал из x большого, у нас выполняется условие. f от x, y, g от x меньше ε пополам. Пусть у нас в этой окрестности фиксированы два аргумента. Тогда по неравенству треугольника имеем следующее. Ну что, хочу получить вот это. Записываю. Вот. Скобку закрыл, скобку закрыл. Ну что, по неравенству треугольника вставляю сюда точку g от x. Вставил. Ну а так как у меня x штрих и x2 штриха попадает в окрестность дельта, радиуса дельта с центром в точке x нулевой, то должно выполняться вот это. Каждый из слагаемых меньше ε пополам, ну значит меньше ε. Ну, легко в эту сторону. Давайте мы с вами продолжим доказывать критерий Каши и теперь сконцентрируемся на достаточности условий. Так. Ну что, надо, наверное, обозначить. Давайте подойдем. Давайте это условие 1 назовем. Итак, поиск функция f удовлетворяет условию удовлетворяет 1. Ребята, что будет, если я зафиксирую точку x? тогда для каждой точки x функция, ну, какая функция? Первая записал, а вторая плавает, переменная. плавает по y без y нулевого. Тогда что вот это условие означает? Ну, тут у меня фиксирована точка. Это означает, что выполнено условие Каши для существования конечного предела вот такой вот функции при y, стремящемся к y нулевое. Второй семестр. так, коллеги, вспоминаем. Все понятно? Так, ну, давайте я это запишу. Тогда для x функция удовлетворяет условию Каши существования предела в точке y нулевое. пойдет? Положим положим g от x это как раз тот предел, который у нас получается. Пойдет? Замечательно. Хорошо. Ну, давайте не буду ходить вокруг да около. Давайте с вами выберем точки и одну сделаем переменной. Тогда давайте с вами смотреть, что будет при фиксированном. Значит, перейдем к пределу в 1 в 1 давайте так перейдем в 1 пределу при y каком там два штриха, последнее, два штриха, стремящимся к y0. давайте с вами смотреть, что будет, если я рассмотрю x фиксировано, y штрих фиксировано, а y два штриха переменной. И перейду к пределу. Что будет? Ну, в силу непрерывности метрики я могу предел вот сюда перекинуть, а этот предел к чему будет равен g, так? Все, ну, значит, я что получаю? Тогда перейдем получим, да, получим, что для любого ε больше нуля найдется, δ больше нуля. Что там у нас еще? Что для любого y штрих из вот этого множества расстояния от f от x y штрих до g от x меньше либо равно ε. Ну, это означает, что мы нашли функцию g от x, к которой вот это функциональная, вот эта функция с параметром сходится равномерно. Всем понятно, коллеги, вот определение. Ну, надеюсь, понятно, что здесь строгое неравенство, не строгое, равносильные условия дают. Так, ну, означает, что f от x y равномерно сходятся g от x на x при y стремящемся к y нулевой. Ну, видим... сейчас, вот здесь для любого x, да? Правильно? Спасибо. Коллеги, ну, вот такая теорема. необыкакой результат, да, по сложности, так как мы повторили рассуждение, но важно, что мы повторили на новом круге, да, то есть поле общей ситуации. Вот я как-то призываю, иногда полезно взглянуть на вещи с общих позиций, чтобы вот не ковыряться в каких-то деталях. Так, ну что, хорошо, коллеги, продолжаем разговор. Я хочу, ради чего я затеял этот параграф, ради вот следующей теоремии. Давайте ее сформулирую. Я пока сотру. Значит, эта теорема объяснит нам, когда можно переставлять пределы повторные. Этим мы с вами занимались, когда изучали равномерную сходимость функциональных последовательностей. Для этого равномерная сходимость и была введена, чтобы переставлять предел по переменной и по n. Ну а теперь, ну вот проблема в том, что в жизни возникают более сложные ситуации, не всегда приходится по натуральным числам делать пределы. Вот хотелось бы иметь что-то в более общей ситуации. Так что давайте я сформулирую эту важную теорему. Ну, ее с разными математиками связывают Осгудом, Муром. Ну, давайте так, я не разобрался, кто там первый, не будем ничего писать. Давайте сформулируем. Ну, напишите о перестановке предела. Давайте назовем на ночь мне что-то в экзаменационных билетах писать о перестановке пределов. Итак, пусть у нас х, метрические пространства метрические пространства. Причем з полная. Причем з полная. Так, пусть у меня х нулевое это предельная точка точка и нулевое предельная точка у. Вот, давайте уберу здесь, да, и пусть функция ф такова, что первое. давайте тут два условия будет. Давайте я концовку запишу, а потом объясню. Тогда существуют тогда повторные пределы. пределы. Так, ну, что за повторные пределы? Такие вот существуют, и равны. Ребят, понятно, цель? Возможность перестановки двух пределов, да, порядка перехода к пределу. Давайте теперь какие условия здесь нужно наложить на функции. Ответ. Очень простые условия, ну, относительно простые, как сказать, для проверки, может быть, не всегда это так. Значит, смотрите, если у вас есть два повторных предела, и вы хотите переставить их местами, потребуйте, чтобы у вас эти повторные, ну, чтобы внутренний был, да, повторный предел, и один из этих пределов был равномерный. Итак, давайте я это запишу. Пишу, значит, ну, в каком-нибудь порядке, пусть у меня равномерно сходится некой функции на х без х0 при у к у0. То есть один предел я потребовал, чтобы он был равномерный, а второй, чтобы существовал. то есть существует, ну, что тут я переходил по у, да, к пределу, а теперь по ху требую. Ну, чтобы вот этот существует предел для каждого у не равного у0. Давайте напишу. Коллеги, ну как? Все ли понятно? Давайте докажем эту теорему. Ну, я несколько слов скажу, чтобы как-то вы прониклись. Мне очень хотелось бы вас познакомить с этим результатом. Это с одной стороны утверждение достаточно общее, а с другой стороны оно нетрудно доказывается, но надо как-то отвечать на вызовы, которые у нас не только внутри нашего предмета, но и там из других предметов. Вот, например, в дифференциальных уравнениях у нас возникла там система функций, система в вариациях, когда мы там дифференцировали по параметру. Там опять нужно переставлять два порядка дифференцирования по х и по параметру. Эту теорему не доказывают в курсе, хотя она очень важна. Почему не доказывают? Ну, потому что в стандартных курсах нет теоремы, на котором легко бы выразить вот эту возможность перестановки двух пределов. теперь у нас эта теорема появится. В принципе, можно как-то применить ее к дифференциальному уравнению. Так что здесь куча приложений от теоремы теплица, вычисления пределов до функциональных числовых последовательностей, до двойных рядов, много приложений, и вот этот достаточно простой и общий результат их покрывает. Очень удобно. Так что я предлагаю сконцентрироваться на доказательстве. не симметричны. Можно их в силу того, что мы здесь неважно какой переменной обозначим, сделать симметричными. То есть такая же в другом порядке теорема будет верна. Еще раз, если вы хотите переставить, то хотя бы один из них должен быть равномерный. Ну, я функцию определил здесь. Мне нужно переходить к пределу, поэтому я на этом умножу. Ну, а тут я... ну, стоп. Ребят, так, не придираться. Всем ли понятно, что если у меня х-метрическое пространство, то вот это тоже метрическое пространство. Поэтому я взял его и через х обозначил. Еще раз, мне здесь нужно переходить, мне здесь в определении не надо переходить к пределу по х. А, по у? А, по у? Да, да, спасибо, простите, да. простите, это... А так, теорема 4, где там теорема 4, здесь она, теорема 4, ну, что ж я такое пишу, да. Ребят, это я уже на автомате. все, посмотрите, еще, может, еще какие-то косяки, вы видите, давайте сразу их исправим. так, ну, ну, вот видите, испортил, да, впечатление. Так, теперь разобрались? y нулевое убираю, потому что иногда там хочется к бесконечным, да, пределам, это все вам понятно, да? Так, ну что, поехали, давайте докажем. Так, ну что, давайте докажем. Потом отдохнем. Так, так, поехали. Значит, ну что, зафиксируем epsilon, пусть epsilon больше 0. Ребят, мне нужно давать вам советы. На экзамене как нужно, да, вот досталась эта теорема, кому-то достанется. Запомните одну простую вещь. Когда у вас есть равномерный предел, с него и надо начинать расписывали. Всегда. Договорились? Да, пусть epsilon больше 0. Да, и тогда выберем epsilon больше 0, так, и найдем delta, да? Ну все, поехали. Пишу, расписываю, поскольку, да, а сколько у нас, что, вот этот вот предел равномерный, то у нас что выполнено? Найдется, да, ну перепишу, найдется delta больше 0, а что для любого y из окрестности, и для любого x из x без x0 выполнено ро от f от x y до φ от x меньше epsilon, ну не буду там добиваться, чтобы в конце красиво было, давайте, что-то там с какой-то константой в самом деле возникнет. Пойдет, коллеги? Все, отлично, у нас возникла вот эта у, вот эта окрестность. Ну что, я хочу расписать второй предел. да, ну давайте воспользуемся, зафиксируем, да, y вот отсюда. Тогда из условия 2 следует что? Ну что, по этому epsilon найдется sigma больше нуля, да, как мне вот это вот расписать? Ну, что там найдется? Что для любого x из проколотой sigma окрестности точки x0 будет выполнено следующее. А что следующее? Расстояние от f x y до psi y меньше epsilon. Так? Клики, пойдет? Все, отлично, хорошо, появилась окрестность по x. Ну, просто вот иду, пункт 1 расписал, пункт 1. Пусть у меня из этой окрестности фиксированы два элемента. Тогда по неравенству треугольника имеем сейкмана. Тогда имеем следующее. Что имеем? Давайте с вами посмотрим. Ребята, я хочу доказать существование второго предела, поэтому я что рассматриваю? φ от x штрих фи от x штриха. Вот это вот рассматриваю. И пытаюсь сюда вклинить то, что у меня там возникает. Ну, поехали. Итак, ребят, что сюда вставляю? Ну, вставляю φ от x штрих, f от x штрих y закрыл, плюс расстояние f от x штрих y до до чего? Ребят, до psi y скобку закрыл. ρ от psi y f от x два штриха y скобку закрыл, плюс f не будем плюс ρ от чего там возникло f штриха y ну и φ от x два штриха скобку закрыл. Ребят, ну, понаставлял. Давайте с вами смотреть. Скажите мне, пожалуйста, будет ли маленьким вот это расстояние? Если да, то вот на основе чего? По условию 2, так? Давайте с вами смотреть, что мы здесь. Ну, вот как раз здесь для любых x, ну, вот я x зафиксировал, а y берется откуда надо, да, берется. Вот и так. По этим же соображениям и вот это, да, будет меньше ε. Теперь давайте с вами смотреть. А вот тут у нас что? Вот здесь, да, по вот этому условию. Ну что, следовательно, расстояние от фи от х2 штриха меньше 4 ε, так? Итак, ребят, для любого ε, какой бы мы ни взяли, найдется σ больше 0, что какую бы я пару аргументов из этой окрестности не взял проколотой, у меня расстояние между значениями меньше наперед заданного, да, ну, тут 4 ε возникло. Что это означает? Что выполнено условие каши существования предела функции φ при x, стремящемся к x нулевой. Так? Пишу. Давайте это запишем. Тогда функция φ удовлетворяет условию каши, существования предела в точке x нулевой. Силу полноты z, да, у меня можно воспользоваться критерием каши, да, пишу, о, критерии каши существует... Ну, что существует? А равны... Отлично. Ну, все, давайте закончим. Итак, на сцене появилось а. Как мне закончить разговор, да? Я должен показать, что а является пределом еще и ψ от y. Где-то там у нас возникло ψ от y, да? Вот. Ну, как это сделать? Давайте с вами посмотрим. Я хочу перейти к пределу в 2 при x, стремящемся к x нулевое. Так, пишу. Перейдем к пределу в формуле 2, к пределу при x, стремящемся к x нулевое. Так, тогда в силу непрерывности метрики имеем. Имеем. Ну, что имеем? Что существует у нас? Дельта больше нуля, что какой бы я y с проколотой дельтой окрестности y не взял, у меня расстояние от... Если я здесь перейду к пределу при x, стремящемся к x нулевой, что я получу, коллеги? Ну, получаю ψ от y, да? Получаю ψ от y. А если ψ от x устремляю? Ну, если x устремляю к x нуль, то φ от x стремится к а, да? Ну, значит, здесь а, ну и вот это вот. Ну, все. То есть это означает, что а является пределом и функции всей от y. Ну, все. А здесь а повторные пределы равны. Существуют и равны. Теорема доказана. Коллеги, вот такой результат. Давайте я замечание сделаю. Я здесь куда-нибудь попытаюсь вместить. Вот давайте с вами посмотрим. Я пользовался непрерывностью метрики. Что я имею в виду? Я имею в виду вот это вот неравенство. Я его давал в качестве упражнения. Ну, в силу того, что это просто вытекает из неравенства треугольника. Ну, вот пусть у меня выполнено вот это. Можно оценить. Вот так. Воспользовались непрерывностью метрики вот таким вот неравенством. До b, да? Опять. Так. Все понятно, ребят, чем я там воспользовался. То есть вот это у нас там. Известно, что x сходится к yb, да? Ну, тогда мы по двум переменным можем здесь переходить к пределам. Все, коллеги, вот такой результат. Считаю, что он полезный и важный. Поздравляю, мы с вами доказали. Сделаем перерыв. Потом продолжим. Ну, что вы, уважаемые коллеги, рассаживайтесь. Давайте получим несколько следствий. Следствие 1. Пусть у нас x, y метрические пространства, y нулевой, предельная точка, у, пусть функция f из x в y без y0 со значениями, давайте сразу в числах, такова, что первое условие, ну, такова, что сходится она равномерно на x к функции φ 3, y стремящимся к y0. И вот эта функция f непрерывно в точке x0 для любого y. тогда давайте я уже так запишу, тогда функция φ также непрерывна в точке x0. Равномерный предел непрерывных функций непрерывен, что я и записал. доказательство если x нулевое это изолированная точка x большое то что, ребят, то любая функция, которая в ней определена, является непрерывной функцией, то φ непрерывно в точке x0. пусть x0 это предельная точка x большое. тогда по теореме 1 имеем следующее. Давайте я запишу и осознаем, что мне нужно. если у меня x0 это предельная точка, то достаточно установить, что предел в этой точке совпадает со значением. Что я и делаю, составляю предел при x, стремящемся к x0. Чего хочу? Хочу, чтобы был φ от x0 предел. Ну, давайте с вами смотреть. Надо здесь два предела увидеть. Ну, давайте увидим. А здесь φ от x это что такое? Предел при y, стремящемся к y0, f от xy. Этот предел у нас равномерный. Один существует, предел φ от x. Один предел существует, один равномерный. Тогда я могу что делать по теореме 1? Переставлять местами. Переставляю местами, получаю вот так. А здесь что у меня есть? У меня есть непрерывность, да? Непрерывность в точке x0. А это что означает, если x0 предельная точка? Что при фиксированном y у меня предел равен значению, так? То есть f от x0 y, так? При y, стремящемся к y0. Так, ну и надо посмотреть, что там у нас есть. Да, из равномерной сходимости вытекает поточная сходимость. тогда что я здесь имею? что это у меня есть фи от x0, что и требовалось доказать. Коллеги, пойдет? Ну вот так. 4. 1 в смысле 1. пойдет, уважаемые коллеги, давайте еще один результат получим. Следствие 2. Теперь разберемся с дифференцируемостью. Разберемся с дифференцируемостью. дифференцировать мы уже в общих метрических пространствах не можем. Можно тут для нормированных сформулировать. Но давайте я сразу на промежутке. Пусть у меня а это промежуток. Так, у это метрическое пространство, у нулевое это предельная точка у пусть функция h функция h ну откуда куда из а y без y0 со значениями в c такова что первое функция h дифференцируема на а давайте я вот так да функция дифференцируема на а при любом y не равном y0 так ну что коллеги существует предел существует предел x y при y стремящемся к y нулевое ну равный u от x скажем и третье значит вот такой предел раз дифференцируем это возникают частные производные да при фиксированной второй переменной производной по x вот эта последовательность пусть она ну от x y равномерно сходится к некой функции v на а тогда тогда функция какая v нет u дифференцируема на а причем причем ее производная совпадает с по x вот здесь x живут я имею ввиду указал производную да коллеги понятно что здесь записал давайте получим эту теорему это утверждение опять из как следствие теоремы 4 ну что коллеги надо тут аккуратно порасписывать давайте это сделаем ну 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 давайте я зафиксирую да пусть зафиксируем точку x нулевой из а и в ней покажем выполнение вот этого равенства а будет произвольное тогда все будет доказано и рассмотрим и рассмотрим вот такую вот функцию так я тут плохо записал вот так то есть она определена на а без x0 домноженное на y без y0 понятно коллеги вот такая вот функция что мы имеем ребят ну имеем вот пункт 1 а что это означает дифференцированность да по условию 1 существует предел w от x y при x стремящемся к x нулевое равный коллеги помогите да совершенно верно а штрих по x точки x нулевое да y правильно вот отлично 1 у меня есть предел да покажем что существует предел по переменной у этой функции y ну давайте покажем пусть у меня y1 y2 2 элемента y без y нулевое тогда ну давайте сначала объяснение потом то что тогда применяя теорему пропустите хочу чтобы вы мне сказали что тут делать я хочу вот это рассмотреть распишу-ка я здесь у меня будет так так а что у меня у меня здесь будет f h от x y 1 давайте я объединю вот эти h от x 0 y 1 так минус h от x y 2 минус h от x 0 y 2 хорошо скобку скобку закрыл посередине напишу ребят ну вот что-то тут надо применять теорему скажите что за теорему хочу свести вот эту запись к вот этой ну громче теорема Лагранжа среднем так итак смотрите я вот это зафиксировал зафиксировал точки тогда у меня функции по x где она живет на промежутке а значит у меня на отрезке с концами x и x 0 можно применить теорему Лагранжа так как дифференцируемость у меня есть на а понятно ребят применяю итак применяя теорему Лагранжа о среднем к функции какой к функции ну вот к вот этой к функции h вот да h вот ну тут y и то я напишу h вот хо-хо-хо-хо-хо почему я тут сейчас как как мне тут я хочу одно да t получить сейчас я вот это получу x хочу одно т это получить не два раза применять так сейчас секунду ребят я пойму вот если я одно т это применяю то я к какой функции применяю ну да вот к такой да согласны ребят это значение этой функции давайте я по-другому а то я сбился я вот так объединю нехорошо тогда вот вот так будет лучше по-другому объединю сейчас сейчас ребят так ну давайте давайте аккуратно я сейчас просмотрю что у нас будет это 1 минус 1 наоборот да здесь правильно ребят так ну не должно быть тяжело сейчас не могу сконцентрироваться х от x y1 минус h от x 0 до y1 минус h от x y2 минус h от x 0 y2 да и значит я что делаю я объединил вот это с вот этим правильно записал вот вот оно минус вот это с вот этим вроде так написал ребят вроде пойдет хорошо ну и применяя теорему лагранжа вот такой функции на отрезке с концами x и x0 я получаю что найдется тета для некоторого тета лежащего между x и x0 сверху 0 написано да спасибо так да да ну все коллеги исправили спасибо давайте сконцентрируемся на выводе ребят скажите я могу заключить что у меня вот эта разность может быть сделана сколько угодно маленькой если у меня у1 и у2 попадает в некоторую окрестность можно это сделать откуда из какого условия из того что у меня есть равномерный предел вы согласитесь раз есть равномерный предел то функция удовлетворяет в точке у нулевое при фиксированном x условию каши так вот пишу давайте так как функция h удовлетворяет условию каши в точке у нулевое то я могу сделать какой-то вывод ну куда ладно ребят давайте придется убрать теорему 4 так коллеги то у меня для любого ε больше нуля найдется δ больше нуля что какие-то какие бы я у1 и у2 из проколотой δ окрестности у0 не взял для любого x из x большое у нас выполнено следующее я для h это расписываю но в то же время могу и для так нет это вот по третьему пункту я тут сказал да это напишем по пункту по пункту 3 вот это можно сделать сколь угодно маленьким не туда показал ребят вот этот предел равномерно вот это можно сделать выбором y1 y2 сколь угодно маленьким ну а значит можно и вот эту разность сделать сколь угодно итак пишу тогда тогда у нас выполнено вот это да так спасибо так уже начал лажать так пора заканчивать значит давайте давайте закончим да давайте да и то и другое так хорошо ну что коллеги что мы с вами здесь получили что у этой функции да существует предел в каждой точке правильно да следовательно существует предел при что при у стремящемся к у 0 вот ну давайте с вами посмотрим ну раз существует то тогда я могу формально перейти неформально переходя здесь к пределу этот предел я поднимаю сюда и сюда и у меня по первому пункту получается что этот предел должен быть равен чему вот этому да у от х минус у от х 0 на х минус х 0 поздравляю причем ребят скажите мне пожалуйста причем вот это условие что означает этот предел равномерно да причем ну что все заканчиваем получаем вывод тогда по теореме 4 получаю следующее хочу рассмотреть предел вот такой при х стремящемся к х 0 ну расписываю предел при х стремящемся к х 0 у стремящемся к у 0 ну а здесь что мы здесь получаем ну вот то что я вам сказал пойдет ребят всего отлично тогда предел у нас внешне существует по условию и этот вот предел доказанный равномерный тогда можно по теореме 4 переставить переставляю поехали скажите мне пожалуйста что вот здесь будет это у нас если я если я перейду к пределу то получу производную пишу а штрих по х х нулевое у так ну что у нас равномерная сходимость влетет по точную тогда это у нас будет v от x 0 что и требовалось доказать коллеги все ли понятно ну все вот такой такое утверждение такой вот здесь набор следствий ну еще раз повторю этот набор можно продолжить очень и очень большой список приложений ну вот такая вот теорема связывает предыдущие наши частные случаи воедино ну коллеги тогда уже в следующий раз сейчас не буду давать определения применим это эти следствия к интегралам зависящим от параметра получим теорему о дифференцировании и соответственно о непрерывности соответствующих интегралов вот такой вот план на ближайшее время ну давайте тогда на этом закончим сегодня всем спасибо в следующий раз всем спасибо